приветствую друзья я только что погуляла по этому классному прикольному просто офигенному уличному пространству там так классно так тепло так здорово прям надышалась ходила в банк по магазинам заставила мужа тащить куча пакетов сейчас пришла такая вдохновленная думаю буду картошку с грибами делать вот еще грибной суп то мы завтра заварите сегодня бульончик вот и и у меня сегодня еще начался курс по телепатии и нас нормально так людей собралось я даже не думала что кому-то это интересно представляете вот вопросов нет ответов тоже нет просто хочется поделиться радостью так все классно а еще и на 1000 евро ушла в минус на бирже потому что потому что нефть скоро за баррель еще нам будут доплачивать вообще купила куча акций нефтяных пока они были на низах они еще ниже пошли короче в лонг на долгострой буду играться но такая вот игра что еще вам рассказать какие события мне интересные начала печатать книжку и все мнение остановить только тебя подумала ты в эфир вышла и опять надела масочку классную мне так понравился этот блестящий и наряд на лице вот это же не не знаю чем с вами сегодня поболтаем на youtube сегодня ничего не грузила все видяшки у меня закончились в отложке больше нечего вчера было последнее видео надо новенькое фильм записывать вот но этот прямой эфир наверное не буду добавлять потому что наверное не будет ничего такого полезного вот и я вообще кайфую от того что я выхожу в прямой эфир и у меня за минуту клиентом 60 человек сразу давайте о деньгах поговорим о чем не говорить деньги это всего лишь средства достижения этих чувств которых мы хотим получить вот но вам эти чувства сейчас доступны зачем вам на это деньги квартиру оплачивать еду покупать одежду вы такие бедные несчастные живете на улице сейчас коробки пьете воду месяц и вам нечего носить просите вы это дело все эти ваши деньги деньги это не актуальный вопрос если вам на них что-то хочется купить тогда обсуждайте то что на них хочется купить деньги это носки да тут недавно оксана оксана волос волос фамилию забыла оксаночка была у меня на курсах на встречах она недавно вышла в прямой эфир и рассказала о том что давайте деньги заменять словом носки ну и тогда повеселее будет жить и мы сейчас даже в чате если говорим о носках мы говорим о носках так пошли вопросы серьезные да вы хотите по серьезкам что ли пройтись но я вообще с по серьезкам по голове на стучу деньги это носки ну или как развернуть и проработать доверие к себе и свою ценность спросите себя почему вы себя не цените почему вы хотите себя не ценит если вы не найдете ответа все начните ценить у вас одно тело понимаете одно если вы его потеряете жизни не будет но как его можно не любить у вас есть глаза которые вы можете смотреть вас есть руки которыми можете брать вас есть ноги которые могут вас понести на эту чудесную улицу и прогулять вас понимаете у вас есть мозги которые могут думать можете заниматься вы можете на это тело одевать разу одежку Вы можете танцевать, вы можете петь. Блин, ну как это можно не любить? Осознайте свою ценность, что ваше тело, оно единственное, нет больше ничего. Если вы его потеряете, то никакие деньги, квартиры, ничего внешнее, что у вас есть, оно вам не нужно будет. Но поймите вы уже, ну как можно себя не ценить? Вы единственный тот человек, который творит свою реальность. Вы единственный тот человек, который решает, каким желанием быть, каким не быть. Как? Посмотрите, подойдите к зеркалу и спросите себя. Если я сейчас потеряю свои мозги, своё зрение, свой слух, свои ноги, свои руки, вообще тело лишусь, что будет? Ну полюбите вы себя уже. О чувствах. Давай о чувствах. А что там о чувствах говорить? Мне обувь нужна, а ходить вне в чем. Марина, а вы где живёте, какой у вас размер? Если у вас 37-й, я вам вышлю. Нелли, как научиться говорить «нет»? Подойдите к зеркалу и скажите тысячу раз «нет». Ну интересно, а если я скажу «нет», что будет? Всегда во всём лежит интерес. Если вам интересно, то вы тысячу раз скажете «нет» всем. Но вам не интересно. Вы знаете, что будет, когда вы скажете «нет». Вы уже заранее распланировали свою судьбу, заранее уже решили, назначили, обозначили, что вот я сейчас откажу на меня обидеться. Так это вы сами на себя просто обижаетесь, потому что не можете это сказать. Каждый слышит ровно только то, что он хочет слышать. Пазлы желаний совпадают. Когда вы говорите «да», а хотите сказать «нет», тот человек тоже хочет услышать «на самом деле нет». Потому что мы не можем резонировать с людьми, совпадать, коннектиться, общаться. Вообще мы не можем видеть в поле того, кто не хочет то же самое, что и вы. Но нет такой возможности. Если вы что-то хотите сделать, то тому человеку это для опыта нужно в любом случае, 100%. Вы другого человека лишаете этого опыта. Как научиться говорить «нет», боже мой. Проживите самые плачевные варианты в голове, если вы скажете «нет», что будет? Вас там убьют, изнасилуют, побьют, деньги отберут, корову. Вы лишитесь всего или чего. Ну проживите, что вы, да, всё лишились. Ну представьте это. Какой опыт нужно было получить на самом деле? Для чего это всё? «Гуляю по центру, какая красота, да, вообще красота, распустились деревья, блин, классно». Я загналась тем, что детей нет. Вы хотите, чтобы их не было. Это ваше желание. Целыми днями только об этом и думаю с точки зрения чувства материи. Представьте, если у вас будет ребёнок, зачем он вам нужен? Чтобы почувствовать свою нужность, свою важность, о ком-то заботиться. Но пока вы свою важность к саму себе, свою заботу к себе не проявите, и нужность эту к себе не почувствуете, тогда вы не будете иметь детей, потому что вы хотите всё переложить на этого ребёнка. Если вы родите этого ребёнка, то получится, что вы вообще про себя забудете. Вы и так про себя забыли. «Ребёнок — это вообще новая жизнь, обновление, новая третья, что-то новое». И вам в семье нужно, получается, разглядеть всё это новое. Начать жить по-новому, делать всё по-новому. Блин, одно и то же, говорю. Короче, для начала напишите список, для чего вы хотите иметь ребёнка. Чтобы был, о ком заботиться? Чтобы просто был или что? Станьте для себя просто быть. Станьте для себя просто человеком, который должен быть ни почему. Если вам нужно от ребёнка, чтобы он просто был, значит, вам нужно для себя стать таким. Просто быть. Ни почему. Без цели, без плана просто быть. Заботу на него свою повесить. На кошечек надоело навешивать, на собачек надоело. Заботиться о родных надоело. О маме, о папе, о сёстрах, о братьях. Надо ещё о ком-то заботиться. Но вы забыли, что о себе нужно в первую очередь позаботиться. Для чего вам ещё ребёнок может быть? Ну, типа, так надо? Блин. Но из-за этого точно дети не появятся, если так надо. У меня нет детей, и я как бы их не хочу пока. Мне многие говорят, ну, я сама себе через других. Типа, вот, родятся дети, ты всё поймёшь, пока ты там вообще ничего не понимаешь. Я вообще ничего не понимаю, ничего не знаю. Вот, но пока я для себя не стану самым важным человеком, да, у меня и продолжений не будет у меня. И как бы ищу. Да, Оксана Голосова, точно. Нелли, привет, милая. Для того, чтобы работать в 5D, я не знаю, что такое 5D, даже не называйте при мне, а в суе это слово. В теме питания мужчина и женщина, что нужно пройти, какой курс. Идите на курс новичков. Вот, но у меня не при... 5D, я не знаю, что это такое. 5D — это позиция пяти точек в пространстве. Люди привыкли себя видеть в пространстве и времени, как 3D-модель, x, y, z. Прошлое, будущее, линейное время, и ты находишься в точке. 5D — это просто добавляются две позиции, что все варианты существуют одновременно. Четвёртая точка координаты, и пятая точка координаты. Это значит, мы находимся одновременно в этих позициях. Это просто координаты. Есть 7D, 8D, 100, 500D, понимаете? Почему мы к этим 5D прикопались? Это просто говорит о многомерности вариантов событий, которые мы проживаем одновременно. Это квантовая физика. Вот это 5D, блин. Что-то какой-то шаблонный слог, вот эта фраза 5D, блин. Прямо этот шаблон меня бисит. Я не знаю, почему. Также посмотрите видео на YouTube. Я всё бесплатно даю. Но тем, кому нужна практика, и кто уже тысячу раз одно и то же прослушав и не понимает, нужно, чтобы я просто била носком по голове. Прям, ну, серьёзно, я на курсах веду себя не очень хорошо, плохо. И кто не боится меня, чтобы я вас битой просто побила, вот, приходите на курс. У меня есть курс для новичков и курс телепатии. Ещё у меня курс «Код Куб Бога». Минутка саморекламы. Благодарю. Сегодня я проснулась, и подружка пишет, что у неё рак. Наблюдаю весь день раздражение. Раздражает жертва. Наблюдаю жертву. Весь день чувствую раздражение. Ну и вот для чего вы себя раздражаете. Зачем вы хотите выйти из себя? Вы, наверное... Что такое рак вообще для вас? Рассудите. Рак — это когда мы хотим заразить себя, да, свою клеточку, которая рядом находится, чтобы он был такой же, как и вы, похожий. Вот. Но мы все клеточки уникальные и уникальные пазлики в единой картине мира. То есть единая картина мира — это Бог. Каждая клеточка, каждый человек уникальный. Вы хотите сделать... Все клетки похожи на вас, одинаковые, короче. Вот. Это рак. Вызывает рак, когда вы... Каждый вы пытаетесь себя подстроить. Вы знаете заранее, что ему нужно делать. Вы знаете заранее, как он должен жить. Причем на себя мы не обращаем внимания вообще. Хотя и не обращая на себя внимания, мы уже для себя все прописали вперед. Я знаю, да, что если я скажу нет, меня побьют. Я знаю, что мне завтра есть нечего будет. Я знаю, что у меня нет денег. Я знаю, что можно зарабатывать. Я знаю, что там то, все. Мы, короче, заранее уже все знаем. И еще из-за других. И вот когда вы из-за других все знаете, пытаетесь их учить так же жить, как и вы живете, вы этот рак и плодите. Разбирайте это в себе. Точно, носков нет. Хорошо, что ли, это. Мелли, привет. Скажи, пожалуйста, эфир про изобилие в YouTube как называется не могу найти. Да хрен его знает. Я вообще не помню, как что называется, если честно. Я уже видео, которые сохраняю, ставлю в отложку. Они у меня бедно названия стоят. Я уже на ходу придумываю название, лишь бы что-нибудь написать, потому что я не помню вообще, что там было. Каждый эфир куча вопросов. И они практически все повторяются. Это уже не знаю даже, как называть их. Есть такая жизнь, что хочется реинкарнировать. Да, Мария, представьте, что когда вы реинкарнируете, это будет просто забвение. Вы сейчас проживаете все варианты жизни, всех событий, каких можно быть и собакой, и кошкой, и каждым человеком. То реинкарнировав, вы не родитесь заново, владеете. Вы даже не думаете. Вы можете попасть в это же тело в 75 лет. Или у вас просто будет забвение, понимаете. Нету смерти. Жизнь вечна. И вы просто можете осознавать себя в другом теле, в каком-нибудь бомжа. Пофиг. Зачем вам это делать? Непонятно. Разбирайтесь просто в этой жизни. С тем опытом, который у вас есть. Фильм «Револьвер». Смотрела вчера. Как про нашу тему. Да, согласна. Классный фильм. «Револьвер». Посмотрите, кто не видел. С позиции то, что все персонажи в фильме – это я. Даже пуля я. И тогда, блин, вам прорвет мозг. Сегодня целый день ходила, говорила себе, что я бедная. А зачем? Вы изобильная, богатая. Блин, на все чувства. Бедность в голове – это когда вы обесценили себя вообще полностью. И тогда вот этот недостаток, который вы испытываете внутри себя, этих чувств, они проецируются вовне всеми этими недостатками. Но нету бедности, есть изобилие. Просто вы его не хотите ни видеть, ни принимать. Вот недавно девушка писала, значит, мне тут брат, муж, папа, я не помню кто, 100 евро подарила. Я их не приняла. Но зато босоножки, типа, я приняла. Вот чувствую сейчас стыд, и вину. Вот. У человека вообще полное непринятие. Мы сами себе даем. Через других людей, по своему собственному желанию, потому что мы, Творцы, нету кроме нас никого. Все наше зеркало, отражение. Все в нашей голове находится. Вовне даже картинки, которые мы видим, они иллюзорны. Это иллюзия просто. Она сама себе дает и не принимает. Дает и не принимает. То есть она посылает своего Творца, который ей это дает постоянно. То есть вообще конфликт внутреннего мужчины с женщиной бесконечен. А когда вы позволяете кому-то вам дать, вы исполняете желание другой клеточки вашего головного мозга. Это было желание. Представьте, человек хочет вам что-то дать. Если, блин, заходим с разных точек зрения. Хочет что-то дать, а вы ему не позволили. Что он при этом чувствует? У него нереализованное желание. У него было желание поделиться, чтобы расшириться. Клетка, когда делится, её становится больше. Она поделилась, её стало больше. Делиться это умножение. Человек хотел расшириться, умножиться, поделиться. А вы ему не дали. Вы просто его нахрен по башке ударили. И себя. Зачем вы это делаете? Принимайте всё, что вам даётся. Потому что вы сами себе это даёте. И сами делитесь. Нелли, я терпеть не могу свою начальницу. Нелли, я терпеть не могу в себе начальницу. Начинайте так. Она неблагодарная кикимора. Я неблагодарная кикимора. Я не благодарю себя за эти руки, за эти ноги, за это счастье вокруг, за эти деревья, за каждую песчинку, за воздух, за то, что я есть, я существую. Я такая кикимора. Я гружу всех. Я сама ничего не делаю. Я это принимаю. На уровне души не могу принять. Мозгами понимаю. Но что я могу сказать? Ну как я за вас объясню, как это принять на уровне души? Блин, никак. Я только мозгами вам могу передать информацию. А дальше дело за вами. Дело подходить к зеркалу, начинать с собой рассуждать. Я вам в этом не помогу. Вообще никак. Прыщи на лбу. То есть, то есть, то нету. Почему? Ну что такое оприщи вообще? Это когда на нашем скафандре связь между проявленным и непроявленным, появляется какая-то грязь, да? Выходит какая-то грязь. Дальше я зависла, не знаю, надо рассуждать. Хотя мы эту тему давно рассуждали, но я уже не помню, не знаю. Надо по-новому придумывать. Дочь-подросток ненавидит училку. Вот мой внутренний ребёнок ненавидит училку мою внутреннюю. Я постоянно ору и ругаюсь на всех. Вот. Но мой внутренний ребёнок постоянно, моя лёгкость и детскость, и незнание, ничего, любопытство, постоянно жалуется на мою внутреннюю училку, которая постоянно меня учит. Вот что я не догоняю. Но вы это и не догоняете, что как бы это вы, а не они. А я сегодня прочувствовала, как это наше должно быть. Я знаю, тра-та-та, тра-та-та. Про то, что нас убивают, отравляют. Вот, Светика, вы себя убиваете, отравляете, да, тем, что вы знаете. Свою судьбу уже распределили. А у вас бесконечные варианты событий, которые могли бы произойти. Но вы их все похезали. Ну, я-то знаю, как завтра должно быть. Но я подтягиваю прошлое кадрик, чтобы он тут у меня сейчас для чего-то был. Шесть лет живу на севере. Сама из летнего климата. Каждую весну страдаю. Лень, апатия и срываюсь на детей. Жалко их. Включайте интересы, лезь. Тут не надо перекладывать на север. Я с Камчатки всегда была отрывная, радостная и веселая. Девять месяцев зима. Вот. Никаких северных патологий у вас не может быть. Это вы сами себе придумываете. Как рассоздавать, распределять слово «стыд» в сексуальном плане? Понимаю вам, что не зачем испытывать стыд. А он проявляется, значит, есть шаблон. Но если вы просто хакнете своему с тем, что поместите себя в точку обзора, что я творец, а никого кроме меня нет, тогда и стыда у вас не будет. Вы пока хотите жить в парадигме «я жертва». И все люди не мое отражение. Я это я, они это они вообще. То есть вы себя отделяете от всех. Пока вы себя отделяете от всех, вот, будете испытывать стыд. Но тут ничего не поделать. Тут только признать в себе творца. И что вам, блин, все вокруг ваши Микки Маусы. Точку обзора просто нужно поменять. Ой, не могу почитать на непонятном языке, на планетянском. Да, мы сами для тебя дети. Зачем тебе другие? Действительно. Нелли, а я новая начала, ты не поверишь. А, а я новая начала, ты не поверишь. Перестала выпивать, курить, завязалась с детьми со школы, приняла себя такую, какая есть. Ну, если мужчины хотят меня, в общем, начала работать на веб-камеры. Мое все прям, ну, блин, классно, трансформация. Насчет детей полностью согласна. Многие думают, детьми закрыть свои дыры. Вот, Гузель, как ты хорошо сказала про это. Мы детьми хотим закрыть свои дыры. Мы мужьями, женами так хотим закрыть, мамами, папами, друзьями. Мы все время внешне закрываем все свои дыры внутри. Но это внутри надо чувствовать, в себе сначала увидеть, в себе это принять, себя видеть таким. Не ждать заботы извне, а себе дать заботу. Как это работает? Я вопрос задала, Анелли ответила. Ну, вы вопрос себе задали, я ответила. Я же в вашей голове только, меня нет вообще. Забудьте про меня. Да, у меня с детьми то же самое. Дети, это когда уже из-за забили, когда переполняют. Да-да-да-да-да. Добрый день. Как нос? Блин, отлично. Ну, сейчас пойду его полоскать. Еще месяца два, наверное, надо вставлять эти тампоны и полоскать. Еще пока вот тут все болит. Ну, реабилитация, она такая, тоже почему-то хорошо. Ура, Анелли в эфире, да. Как приятно быть на прямом эфире, тут тепло. Хорошо. В чате нашем тоже хорошо. Пока я его не удалила. Вчера хотела удалить. Вот сегодня еще его оставила. Завтра подумаю дальше. Что надо думать про себя, чтобы муж вернулся в семью? Вот здесь забыть про мужа, начать глядеть на себя. Вы его отправили из своей семьи только для того, чтобы начать внимание на себя обречать, да, а не на мужа. Вы сливались в него, вы его наделили всем, что не хотите в себе принимать, в себе чувствовать, этот груст нести, и всем плохим и хорошим, то, что в себе вообще не хотите видеть. Вот, но вы его, эту привязку просто специально же, это же ваше желание, избавиться от него, наконец, с собой заняться, займитесь собой. Зачем он вам нужен? Для чего? Какие дыры в себе нужно им забить? Вот такой классный вопрос, блин. Какие дыры и затыки я хочу? Я хочу от него заботы? Мне к себе заботы не хватает. Начните о себе заботиться. Я хочу от него любви. Обратите на себя внимание, дайте себе любовь. Я хочу от него чего? Наслаждение. Дайте себе наслаждение без него, без привязок. Когда вы привязываетесь к чему-то, оно отбирается в любом случае, всегда будет отбираться, потому что вы сами у себя будете это отбирать, чтобы отвязываться. Ваша душа-то в курсе, что все эти привязки нужны для того, чтобы как вампир подпитаться и заткнуть дыру, пустоту в себе, вот этой их внешней штукой всей. Вы это притягиваете, получаете, получаете. Какое-то время вас это радует, но потом понимаете то, что, блин, эту внутреннюю пустоту, эти внешнюю не заполните. Вы начинаете из себя отвязывать эти привязки. Насильно лишаете себя всего, чтобы в себя заглянуть только для этого. Но когда вы внутрь себя заглянули и дали себе все эти чувства, начали о себе заботиться, любить себя, ценить себя, блин, да просто потому, что вы есть, просто потому, что вы, блин, единственный клад в этой жизни. И если вас не будет мира, этого не будет. Но как только вы поймёте, что вы единственный тот человек, который нужен вам, больше никто и ничего, только тогда из этого изобилия вовне будут и мужчины, и дети, и деньги, и изобилие, и работы, и всё, что вы хотите. Но пока вы насильно себя растрачиваете, просто пополам режете на части и материализуете их вовне, чтобы опять с собой это затыкать. Короче, вам нужно думать про себя, а не о муже. Здравствуйте, а если я создала для себя ситуацию, где меня обвиняют, в том, где я не виновата, в какую сторону смотреть, как разрешить ситуацию. Меня это вывело на эмоции, злость и несправедливость. Ну вот давайте, злость проживайте свою, которую вы подавляете, несправедливость в себе внутри проживайте, схлопывайте ту дуальность. Злость и радость одно и то же. Несправедливость и справедливость тоже. Вы, наверное, борец с такой справедливостью. И вы себя вините за то, что вы в себе столько всего не принимаете. Вы не виноваты. Вы просто обращаете на себя внимание, чтобы увидите, где вы там себя вините. Но если начать это вытаскивать, божечки, у вас только внутри вины к себе. Неделю назад в один день меня уволил директор. Умерла родная тетя. И с сильнейшим приступом лежала близкая подруга. Вызывали скорую. Я наблюдала все эти события и поражалась своим чувством без страха. И к чему пришли Наталья в итоге-то? Год назад уволилась с наемной работы. За этот период просто изучаю новое направление. Меня все устраивает. Но как слышишь, что я безработная, начинаю раздражаться. Не понимаю, почему я тоже безработная. Вам бы все сейчас позавидовали, кто работает. Все хорошо от чего-то не достает. Себя. Здесь и сейчас. Когда мы здесь и сейчас, за собой наблюдаем и кальфуем от самого себя просто потому, что ты есть. Ты есть. Вам не хватает себя. Вы где-то вообще находитесь в иллюзиях, в планах, в целях, в воспоминаниях, в прошлых, в привязках. Чем бы заткнуть дыру и пустоту в себе, внешне. Вы находитесь не в себе. Вы где-то там. Вас нет. Поэтому не достает. Наслаждение с собой не достает. Ой, Олег первый раз попал на эфир. Ну привет, привет. То хай у меня, то и... Тут... Ты молодец. Короче, у вас не понять. Много тебя слушаю, смотрю, пересматриваю, но где-то пазлов не хватает. Живу здесь сейчас, не строю планы, но радости нет. Нет денег, интереса в деятельности. Интереса нет. Импульс. Прочитайте мои посты про импульс, про интерес. Как возбудить в себе интерес? Вчера начала пост писать и удалила его нахрен, потому что он был на матах. Я уже не помню, что я там писала. Скажи, пожалуйста, о чём транслируют себе и волосы? О шаблоне мышления старости. Нелли, смотри, сын активничает беспричинно. Не могу разобрать. Просто наблюдая, даже чувств, не знаю, но чувствую, идёт трансформация. Что может показывать сын? Ну вы активничать начали, наверное. Активно в себе разбираться. Вот, он вам показывает. Кайфуйте. Это ж хорошо. Зачем вам, чтобы ваш сын, прикиньте, не активничал, да, а лежал, как бабка старая, и говорил, мне нет интереса. Жизнь кончена, я старею. Мне плохо. Мне депрессия. Классно же. Нелли, есть смысл менять свои установки и шаблоны через мастер-кит? Без понятия я вообще не пользовалась им. Ну только слышала от тысячи людей, что это говно полное. Вот, я без понятия, я не знаю. Можете, пойдут, если помогает. Я отправила мужа к себе домой и чувство вины сейчас гложет. Ну и без него же классное. Да, он это тоже хотел. Пазлы желания всегда совпадают. Не может с вами срезонировать человек, который не хотел бы получить этого опыта. Смиритесь с этим. У многих моих подруг с мужьями проблемы. Где мне найти своего внутреннего мужчину? Ну, внутренний мужчина — это мужская энергия, творца, творить, наблюдать и принимать женское. Всё, что вы уже сотворили вовне, да, солнце, небо, землю, людей, кружку, чай, компот, суп, что там, собаку, забор, дом — это вы сотворили. Ну так примите это. Это ваше творение. Просто вы не видите вовне себя. Вот и всё. Ну, у нас просто старое мышление. Мы сейчас перестраиваемся, переходим на новое мышление. Люди начинают просыпаться и охеревать от того, кто они. Вообще просто кайф. Мне нравится наше время. У ребёнка витилин, лейго, белые пятна кожи. Что я должна поработать в себе? А в чём проблема? Ну, белые, они как-то беспокоят вас или что? Что вы чувствуете при этом? Точно, у меня нет себя. Всё время потребность в других людях, в детях, чего-то ещё, непонятно как. Это додык. Да, возвращайте себе и себя. Знаете, что вам никто и ничего не может дать? Вообще. Даже не буду говорить, потому что их нет. Потому что это иллюзия. Пока вы себе это не дадите. Вы можете только сами себе всё дать. И больше никто. А дать вы можете себе чувства. Потому что всё внешнее вам нужно только ради одного, чтобы чувствовать. Вы и тело-то это создали только для того, чтобы чувствовать. Это связь между проявленным и непроявленным. Вы вовне и внутри. Ну, что-то всё поразделяли. Почему-то перестала жалеть других. Зачем их жалеть, конечно? Даже если им физически больно. Что со мной? Ну, вы, наверное, начали понимать, что других нет. Но если вы видите боль у другого человека, то знайте, что это ваша проблема. Ну, как проблема? Задача. Осознать, что я в себе такого подавил, что пришлось наделить некого мною придуманного Микки Мауса персонажа этой болью, чтобы это увидеть в себе. То есть начните видеть в других людях себя. Всё, что вы в себе не можете рассмотреть, вы подходите к зеркалу и видите. Ну, карие глаза я свои не вижу, но к зеркалу подхожу или в прямом эфире я вижу, что у меня карие глаза. Но так я их не могу увидеть. Только к зеркалу. И внешний мир такое же зеркало. Вы к нему подходите, и всё, что вы видите, всё отражение вас. И пока вы не осознаете, что мир отражение вас, блин, на уровне чувств, мы будем жить в 3D. Со старым мышлением. И тогда мы ничего не поменяем. Ну, хотя и нам-то и менять ничего не нужно. Нам просто хочется себя познавать. Так вот я вам говорю, познавайте себя. Спрашивайте себя здесь сейчас. А что я сейчас чувствую, глядя на пакет? Блин, он бело-зелёный написано. Меньше пластика, это не фантастика. Что я чувствую? Я улыбку сейчас чувствую. Внутри у меня чувство такое, знаете. Забавное. Я даже через пакет себя чувствую, понимаете. Потому что я его создала, чтобы сейчас почувствовать забавность внутри себя. Блин, ну это же круто. Почему вы так не можете делать? Вы можете просто, почему-то не хотите. Нелли, у меня к тебе вопросов только к себе. К тебе. Блин, мозг сломала. И ты мне сломала, я воблова. Обожаю тебя. В зуме ты делаешь вебинары? Нет. Я его скачала неделю назад, но ни хрена ничего не поняла вообще. Вот. И не пробовала. Надо попробовать. Только вопрос, как ко мне туда люди придут, я ещё пока не разобралась. Ну и буду там одна, одинёшенька. Вот. Чё для зумов пока непонятно делать. Спрошу, в общем, потом, после эфира. Узнающих. В этих всех событиях, произошедших в один день, я увидела себя и своё творчество. Но не в смысле убить близкого человека, убрать работу, а в смысле смены своих шаблонных вариантов, связанных с этим. А, это ты говорила про смерть, про проблемы, эти болезни, да? Да. У тебя идёт трансформация. Никто не может уйти из нашей жизни. Только, ну, персонажи из нашей жизни, наделённые нами, да, эти персонажи, они уходят только для того, чтобы... Раньше я говорила, обратить внимание на себя, да, потому что мы в них сливаемся. А сейчас ещё добавлю другое. Мы себе то, чем наделяли этого персонажа, начинаем возвращать. И как бы нам уже этот персонаж ну, не нужен для опыта. А вот зачем мы придумали маму? Мы недавно хакнули тему эту на курсе телепатии с девчонками. Вообще, у девочки умерла мама. Вот, но она адекватно всё хорошо прям это пережила, и у неё всё... Ну, вообще всё хорошо. Вот. Она не равнодушна. Нет, это не равнодушие. Равнодушие — это вообще убийство просто себя. Она просто хакнула себе мозг и понимает вообще, что к чему. И она поняла, почему вообще персонажа наделяем. Вот есть персонаж такой, как мама. Мама — это начало нашего рождения. А жизнь, рождение — противоположность, дуальность, смерть. То есть мы наделяем всеми страхами смерти и жизни персонажей и называем это «мама». Ой, наверное, я не готова сейчас к этому говорить. Короче, надо вот отдельный эфир провести. Если кто-то, короче, догонит, к чему я, вот, поделитесь. Почему не готова, у меня сразу мозг пропадает. Я не могу думать. Короче, когда вы осознаете, ну, что жизни нет, там, смерти тоже, что одно единое сейчас, мы это всё проживаем, никогда не умираем. Мы 9 триллиардов раз в секунду распадаемся на кварке, ну, на один кварк, который находится во всех суперпозициях, всех вариантов, где он может находиться, да, и потом обратно слопывается в тот мир, делая тот слепок сознания, проектора, который у нас в башке. Вот, и мы наблюдаем эти картинки. То есть, трансформируя наши мозги, мы всё время наблюдаем разную картинку, мира и разные события. Короче, нету ни смерти, ни жизни, хочу сказать. Ну, короче, это вечная жизнь, и одновременно её нету. Мы не проживаем жизнь. У нас нету жизни от рождения до старости. Вот, это всё иллюзия. Начала с мамы. Пошла, короче, ладно, не тема сейчас говорить, это мы лучше в чате пообсуждаем, это у меня совсем забанит YouTube. О, божечки. Поразделялись, чтобы прийти обратно к себе целому. Ну да. Нелли, хочу с тобой поделиться со знанием. Проверил, работает, это порвёт мозг, если по WhatsApp. Не, я по WhatsApp не общаюсь. Рви нам в чате мозг. В Телеграме. Нелли, как создать занятие интересное и что приносило денег? Почитайте мой пост, который был недавно в Инстаграме. Перестаньте монетизировать творчество, да. И перестаньте интересное занятие схлопывать с деньгами. Почему я прям там целый рассказик написала? На работу категорически не хочу, а поток денег пока не получается создать. Но я знаю, у меня такой шаблон мышления, что деньги приходят только от работы. Но деньги не приходят от работы, они приходят только от вашего внутреннего чувства, изобилия. Блин, ну когда вы творчеством занимаетесь, действительно творчеством занимаетесь, у вас внутри такое изобилие просыпается, такая радость. Вы, блин, там просто охереваете от счастья, когда вы что-то творите. Тогда происходит изобилие. Деньги никогда от работы не приходили, это ваша иллюзия. Вы когда домой приходили, на 10 минут занимались, с каким-то творчеством в виде нового супа. И это только новый суп вам создавал зарплату на работе. А на работе мы только теряем. Ну, когда мы работаем не из-за удовольствия, а из-за надо и из-за денег. Мы там много теряем, эту пустоту множим, нехватку множим, короче, неудовольствия множим и так далее. Только вот этот кусочек пятиминутного счастья дома после работы вам деньги приносило, открою вам секрет. Ну, никак не связаны деньги с работой, потому что у вас прошлого не существует. Оно придумывается из точки здесь и сейчас. А также и завтрашнего дня не существует, его никогда не будет. Вы завтрашний день вчера проживали, а вчерашний день завтра будете проживать. Все варианты вы проживаете здесь сейчас, в этот миг одновременно, во всех суперпозициях. Бля, каждого человека из скафандра, возрастов и даже деревьев, и даже травы, и короче. Пока вы будете жить в такой матрице, в иллюзии, что ваши действия приводят к результатам, ну, как бы, мозг вы свой не хакните. И творить реальность вы не научитесь. Бля, мои Микки Маусы, простите меня за все. Олег. Оле Лукоя Блок. Оле Лукоя, правильно читала? Не хочется секса с мужем. Мне не хочется получать удовольствие от того, что я творю. Я сразу перевожу. Вот. Злюсь, что я думаю только о себе. Хотя так ни хрена не получается, вы о себе вообще не думаете. Не спрашиваю, хочу ли я чего-то. Вы себя не спрашиваете, да, что вы хотите, а делаете, потому что надо. У меня страх отказать. У меня страх отказать самой себе, сказать себе нет и не делать то, что я не хочу. Вот, Марина, я вам еще все расшифровала. Светик. Нелли, а ведь все люди, это я, это мое продолжение. Тогда получается, это я сама себе даю через других. Ну, конечно, получается, да. Светика, вы читали мои посты вообще? Получается, что я уже там пару лет, как пишу одно и то же, что вы себе даете через других. Вот, но получается, что вы не читали. Да, почитайте, почитайте, там прям классно написано. Получается, что это не недостаток, а именно то, что я хочу себе дать через мужа, через детей. Да. Вы хотите через мужа, через детей себе дать. Согласна, принимаем, когда даем. Во внешнем мире это всего лишь игра и иллюзия. Вот, но вы никогда ими не заполните ту пустоту внутри, которая у вас есть. Ну, как бы пустоты нету. Вы просто это не разглядели. Вам кажется, что там пусто. Пусто. Вы пытаетесь её внешним заполнить, вот эту внутреннюю пустоту. Когда муж и дети вам чего-то дают, они же вам не чего-то дают, они вам чувствовать дают. Когда муж даёт ласку, вы же чувствуете ласку, да. Короче, они вам чувства какие-то дают, но когда вы осознаете то, что вы и без них эти чувства можете себе давать, тогда вот не будет вот этой привязки, от которой придётся отвязываться, убивать мужа и детей своих, понимаете. Когда вы будете с ними не почему, потому что они просто есть как продолжение меня, я в них не нуждаюсь, не нуждаюсь. Нет нужды получать от них то, что я могу и так себе дать все эти чувства, они все во мне есть. Я их в себе разглядела, разгляжу, разглядывала, пофиг. Вот, и вы когда будете с ними уже из изобилия, из любви, не придётся их терять, не придётся вот так вот мучиться. А сейчас вы хотите пока что заткнуть ими дыру. Можно иметь все бриллианты, да, не пытаясь ими заполнить. Зачем девушке бриллианты, да. Посмотрите, какая я крутая, посмотрите, какая я классная. Ну, там, нехватку красоты ими заполняю, там. Короче, из нужды иметь эти бриллианты, это чревато вообще жёсткими последствиями. Отберутся и бриллианты, и всё остальное. Но если вы изобильны внутри, и вам бриллианты не нужны для того, чтобы, блин, заполнить эту пустоту, они у вас будут ни почему, просто потому что они отражения в вас. То есть из другого состояния. Сначала нам нужно со всем расстаться для того, чтобы это приобрести. Кстати, вот такая тема ещё есть. Почему такие дорогие курсы были и есть, наверное, в Черногории, и сейчас у меня. Хотя нифига не дорогие. Мы ко всему приходим, когда отказываемся от внешнего, чтобы найти это внутреннее. Когда нашли внутреннее, это внешнее, уже ни почему за вами просто от вас вообще не отстаёт. То есть мне приходилось, помню, ну реально, я прям была зациклена, что мне нужно одеть на себя кучу этих бриллиантов, золота. Ну у меня такой вообще недостаток внутри был вот этих чувств. Я хотела эту пустоту внутри заполнить внешним, внешней этой красотой, украсить себя, придать ценности. Посмотрите, какая я крутая, блин, у меня там классные серьги, цепуры все, кольца, одежда дорогая. Ну я пыталась этот недостаток внутри, но это же чувствуется, что этот недостаток внешним заполнить. А потом, когда я осознала, что мне не нужно это внешне, я и так изобильна, я и так ценна, зачем мне ещё внешней ценностью это заполнять. Я на видео выкинула кучу драгоценностей и дорогие сумки и там и так далее, кто видел, посмотрите, а уже не посмотрите, удалила это видео. Вот, потому что мне это перестало быть нужным. Но как только я эту ценность внутри себя почувствовала, на меня буквально, вот прям буквально бриллианты сыпятся. Я как не приду Коле, она ювелир, у неё ювелирный дом, мастерская. Короче, у меня куча бриллиантов сейчас дома, просто разные эти серёжки с бриллиантами. У меня очень много колечек, браслетов, блин, часы, всякая фигня. Но уже не из-за недостатка внутри, внешним это заполнить, да, а это забилие внутри, уже из другого состояния. То есть оно уже не отнимает у меня ничего. Как-то так, не знаю даже, как ещё объяснить. Мы так же мужьями и детьми пытаемся вот эту пустоту, вот эти чувства заполнить. Но когда вы внутри заполнены, это вовне, ну, льётся, и оно уже априори само по себе вам даётся вовне. Ну, вне это, опять же, иллюзия такая, капец. Как преодолеть страх, чтобы показать миру свои работы, картины. Все говорят, продавай, я боюсь критики. Какая ты, блин, стрёмная вообще художница, вообще уйди нахер с моего чата. Ты так стрёмно рисуешь, вот уйди вообще просто. И скройся, и не показывайся, и вообще не рисуй никогда. Нафиг тебе это надо. Всё, вообще я даже не хочу с тобой разговаривать. У нас тут стрёмные художники в чате сидят, которые что-то пишут, хотят показать миру. Ужас какой. Ужас. Удивительно, да, мы сами выдумываем себе маму. Чудо, что можно исцелять. Хочу эфир про маму, жду. Вот, ну, там про маму нужно осознаться немножко. Ой, чё так смешно. Как мы уже по-новому общаемся? Шерочка-сма-шерочка. Так, ни вчерашнего, ни завтрашнего нет, мы всегда творим сегодня. Мост всегда даст объяснение вчерашнего дня, конечно. Я пропустила начало. Ничего не пропустили. Нет начала, нет конца. Всегда здесь, сейчас. Мы здесь часто творим все свои воспоминания. Ну да, сижу дома с детьми и не работаю. Всегда сытая, одетая и сексом довольная. Хотя считается, считаюсь малым мужчиной многодетной. Ну, вы же кайфуете, вам хорошо. Чем больше счастья и кайфа и любви к себе, тем больше вот этого всего изобилия будет. Просто наблюдайте и не знаете, как оно к вам придет. Ну, не знаете, не назначайте уже заранее. Я знаю, что я вот не работаю. Я вот знаю, хрен его знает. Как оно придет? Завтра просто реальность поменяется, и вы будете одной из богатейших семей России. Только потому, что вы не знаете. Только потому, что вы себя любите. Только потому, что у вас полно любви к себе и радости, и к детям как продолжение. А не для того, чтобы они вас радовали. А не для того, чтобы было за кем-то там заботиться. А потому, что они есть. Ну, классно. Они мое продолжение. Я через них себя познаю. Неля, есть другие тени и фильтры? Хочется разнообразия. Не знаю. Надо посмотреть. Но сейчас уже не переключусь. Я тоже у начальницы Инки Мауса. Прошу прощения. Она после операции с костылем вышла на работу, чтобы мне мои чувства вернуть. Так, никакого прощения. Никто ни перед кем не виноват. Благодарим. Зачем вам прощения просить? Вы что, виноваты? За прощением и чувством вины всегда идет наказание. Ну, перестаньте себя уже наказывать. Вы творцы. Зачем всегда наказывать? Вы сделали, разрушили, заново построили. Нормально это все? Вот мы так живем. Дети, посмотрите, как творят. Нарисовали, порвали, выкинули. Новое что-то нарисовали. Обои разрисовали. Им все переклеили. Они опять все испортили. Машинку им купили. Они все отвернули. Выкинули потом. Форточку куклу купили сразу. Я же голову сразу отрывала. Подстригала. Все говорю, мне неинтересно. Мне интересно было в момент получения. Все, я получила эмоции. Дальше нахрен оно. Мне интересно теперь, как она разрушится. Все, я ее разрушила. Все, мне уже вообще неинтересно. Мне интересно, как она создалась и как она разрушилась. Вот что детям интересно. Включайте свой интерес. Как это создать и расстаться с этим легко. Воздух, да? Мы вдыхаем и, прикиньте, будем его копить все время. Дышать невозможно. Если мы его не отдадим и новый вдох не сделаем. Перестаньте копить обидки свои, деньги, блага, хотелки, желания. Отпускайте и вообще все. С легкостью, что приходит, принимаем. Всему говорим, да. Всем чувствам своим. А все, что ушло, пока. Я теперь, блин, новое сейчас получу. Все, что уходит, одно уходит, сразу там 100-500 дверей новых открывается. Ну нет же, я привыкла. Вот мне вон то старое эмоцию приносило определенную. Ну мы так не задумываемся. Ну просто я вам сейчас говорю, эмоцию она приносила. Я хочу эту эмоцию постоянно получать. Но если вы поймете, что как только вы с этим расстанетесь, вам придет еще новых 100-500 вариантов, как эту эмоцию еще раз получить. И плюс вы еще и эту эмоцию сами себе можете создавать. Но как только вы ее создаете, вовне этой эмоции проявляется материя ситуация, которая вам ее и дает. Ты прекрасна вчера, сегодня и завтра. Я тоже по тому, как я это ты, ха-ха-ха, начала отекать. Поняла, что мое тело боится усохнуть и умереть. А что еще вы поняли? Что вы там накопили? А как отслеживать, наполняюсь я или нет? Ну вон тело отекает, значит наполняется, наверное. Я не знаю. У меня был момент носить на себе много золота. Но сейчас, когда дофига золота лежит, я не хочу его на себя надевать. Ну конечно надежда, потому что мы поняли, что за этим ничего не стоит. Но мы эмоцию получили в момент получения. А дальше все, раздайте его. Я себе оставила некоторые вещи, которые мне Оля подарила, потому что, блин, они мне радуют каждый день. Ты красотой. Я одеваю колечко, блин, и кайфую. Просто оно у меня есть. Я настолько изобильна, что даже бриллианты на меня сыпятся. Она напоминает мне мою ценность внутри меня. И когда я одеваю, я кайфую. А то, что вас уже перестало радоваться, раздайте, продайте, выкиньте, сожгите. Начните ломать. Детям нужно что? Вспомните своего внутреннего ребёнка. Детям нужно получить всегда что-то новое и выкинуть. Спасибо тому, кто в прошлом эфире советовал сериал «Триггер». Открыла своего внутреннего творца с очень прикольной стороны. С самопровокатор и исследователь. Классно, надо тоже посмотреть, что-то триггер не видела. Всякая фигня – это ключевое. Нелли, я всё поняла. Сижу, аж слёзы наворачиваются. Благодарю, ты лучше. Мариночка, ты сейчас разговариваешь сама с собой, с клеточкой своего головного мозга. Звуков вовне нет, цветов тоже. И всё это разворачивается, театр в твоей голове. Кстати, недавно прочитала, как недавно, буквально вчера, случайно зашла посмотреть в Википедии, что такое телепатия. Полин, меня аж торкнуло. Короче, это окошечко увидеть картинки в проекторе, в разуме, а не вовне. Короче, в бошку залезть. Так, прикольно. Нелли, а если у мужчины проблемы с деньгами, а у меня всё в порядке, что он мне это показывает? Есть ли у моего творца проблемы с деньгами? А если нету никакого мужчины? Что вы при этом чувствуете? Обделённый? Или какой? Ну, то есть там какой-то букет чувств, которые он вызывает в вас, которые нужно в себе разглядеть, увидеть. Что значит разглядеть, увидеть, не подавлять чувства, вытащить их наружу? Одно и то же всегда говори, но не все понимают. Когда мы разглядываем чувства, оно тоже, как и шаблон нашего мышления, дуальное. Вот с одной стороны мы подавляем, например, чувство какое-то, а хотим вот это, а вот это не, вот это нужно срочно поменять. Я не хочу испытывать боль, гнев, пустоту, некомфорт и так далее. Но когда мы этому чувству разрешим быть, мы разрешим быть всему целому, и тогда мы получим то, что мы хотим. Когда вы начинаете одно чувство разглядывать внутри тела, как оно в теле проявляется, вибрирует, что при этом происходит. Когда вы вот это наблюдаете, вы начинаете целое видеть и противоположность. Это как бы схлопывается. Наподобие, как мы трансформировали шаблоны мышления, например, плохо, хорошо, зелёный, не зелёный, чистый, грязный. Новое, третье, единое, что является целым. То есть мы обычно целое разделили, но это две стороны медали. На одну смотрим, на вторую типа не хотим видеть. Но это всё одно. Чувство так же. Мы привыкли чувство наделить чем-то плохим, какой-то плохой эмоцией. Но чувство, оно нейтрально. Оно неплохое, оно нехорошее. Оно нейтрально на самом деле. Мы её наделили, разделили, вот эту хорошую, кусок этого чувства, это хорошая эмоция, а это плохая эмоция. И разделили одно чувство на две части. Может быть, там не на две, а может быть на три, на десять. Короче, рассматривая чувства, вам нужно рассмотреть противоположность тоже. Как, может быть, единым целым чувство с противоположностью. Это так, в двух словах. Ой, я тоже стрёмный художник, только я рисую круче всех. Я об этом же и говорила, что из изобилия. Так, а где у нас девочка, хреновый художник? Покажись, что чувствуешь? Все уже ваши потребности исполнены, конечно, и блага сотворены, конечно. Поменяв точку обзора с установок программы, всё, что вы поддержите вашей точкой обзора, то и материализуется ваша реальность, и отымает возможность. Да, конечно, все наши желания исполнены. Вот весь мир – это продукт наших желаний. Не меньше, не больше. Так, «Сохрани эфир». Блин, он такой дурацкий, я не хочу. Я тоже раньше считала, что стрёмно выставлять работу. Сейчас, вчера, начала писать картины и уже выставляю. Так, у меня диплома нет, эфир закончится, я его себе нарисую. Самое офигенное, возьми, мой будет нашим. Так, «Просу по зарплату огонь». Всегда было правильно, эфир «Сохрани». Да он дурацкий. Ну вот, у меня уже диплом есть. Не успела пожелать уже исполненность. Так, всё бросила. У меня просто минута осталась, я хочу дочитать. Хреновая художница где? Так, у меня насморк сейчас. Пропал вкус, аромат снаружи. Вот я и поняла, как мы всё сами наделяем. Так. Триггер среднячок. Мои родители потеряли всё и не пришло изобилия в их жизни. Твои родители – ваше отражение. Так, эфир отличный. Супер эфир. Благодарю. Где наша художница? Блин, так хотелось увидеть. Ладно. 15 секунд осталось. Пока-пока. Пошла готовить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...